и всем привет друзья вы на канале sky top games и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенные мира space engine ребята помните серию терраформированные луны юпитера как я вам и обещал сегодня мы с вами рассмотрим терраформированные луны сатурна и плутона кстати хочу выразить сразу огромную благодарность за данные моды своему подписчику и хорошему другу дмитрию тихомирову все ссылочки на него я оставлю в описании под видео также я оставлю ссылочку под видео которое у нас было с терраформированными лунами юпитера ну что ж ребятки давайте рассмотрим что нам заготовлено в этой серии я смотрю прошлая серия набрала в принципе достаточно просмотров и большое количество лайков то есть если вам нравится я снимаю продолжение дальше для вас да многие просят уже путешествовать в какие-то другие бескрайние миры посетить их посмотреть что там посетить какие-то другие галактики ну что ж ребята я учитываю все ваши комментарии и мы в следующем путешествии с вами отправимся именно в какой-нибудь удивительный мир ну что ж ребята давайте рассмотрим так значит смотри вот у нас сатурн и принципе он обладает большим количеством лун первая луна ты видишь уже у нас буквально взгляд падает на нее это у нас луна диона умеренная морская микротерра жизнью органическая многоклеточная морская наземная жизнь да здесь атмосферное давление полностью соответствует земному так же как и температура состав атмосферы вода кислород аргон азот все что нужно блин для жизни так значит ну тяготение здесь немножко немножко ну как немножко не немножко но достаточно при уменьшенном сейчас попробуем опуститься на поверхность и посмотрим вообще на вот этот красивый вид на сам сатурн давайте чуть ускорим время меня там кто-то спрашивал в комментариях суши что уже выпустили 3d облака для space engine нет пока ребята для space engine пока не было обновления и видишь поэтому облака пока еще непонятные какие-то даже я не знаю на что они похожи какие-то выпуклые я бы сказал на что это похоже но я промолчу короче выпуклые какие-то город так ну что же мы уже на поверхности дионы я не знаю растительность до растительность у нас прорисовалась и где наш сатурн а сатурн вон он прямо таки за облаками сейчас мы найдем ровную какую-нибудь вот такую местность поверхность чтобы нам спокойно наблюдать за сатурном они за облаками его рассматривать вот наш сатурн представь что луны какие-то сатурна самые его наверное ближайшие получили жизнь на них образовалась жизнь но возможно как мне многие писали в комментариях такое возможно если солнце начнет в будущем в дальнейшем расширяться то есть она будет расти до когда она начнет умирать то возможно на каких-то дальних лунах таких как европа растают все ледники и возможно образуется какая-то жизнь не знаю так ну что же в общем вы меня поняли так ну что же давайте наверно ускорим чуть-чуть время побыстрее и я хочу дождаться заката солнца на дионе то есть вот так бы примерно выглядело бы наверное давай статистику уберу блин вот так бы выглядело наверное ночное небо на дионе вот так ты бы наблюдал был сатурн на вечернем небе да там крутится в нас кружится вокруг сатурна еще его другие спутники самые ближайшие так подожди дай-ка я посмотрю диона так что у нас по спутникам сатурн диона это конечно ну терраформированная самая близкая к нему луна есть у нас еще рей титан вот титан мне кстати больше всего хочется посмотреть давай посмотрим рее у нас так умеренная морская микротерра с жизнью то же самое и petus суптера вот титан умеренная морская суптера с жизнью и что у нас тяготение да на этих лунах очень низкая но все остальное в принципе здесь так как надо ну давай переместимся наверно на титан посмотри вот он красивый титан так поставим скорость времени реальный режим но по моему да эта планета полностью состоит из воды странно вообще я бы сказал что если бы титан был бы терраформирован мне кажется что какие-то материки на нем бы остались дима немножко нахимичил ладно не столь важно не суть вообще если представить в европа была бы допустим спутник юпитера до европа был терраформирован то да там естественно была бы сплошная вода там не знаю океаны планета океан была бы но титан подожди но насколько я знаю здесь сейчас в изобилии какие-то метановые там реки и все прочее есть поверхность состоящая из камней короче твердая поверхность да но что то здесь непонятно как-то все-таки какая-то часть суши наверное было бы на титане так ну давай отправимся наверно на рею рассмотрим рея вот что мне нравится то что дима сделал колоссально да я не знаю так на рея мы это увидим да на рея мы это увидим то есть смотри здесь есть города у нас на терраформированных лунах светятся города и это очень потрясающе это классно это круто по моему там даже какие-то у нас я не знаю циклоны ураганы на лунах круто так окей окей так это у нас тоже опять же умеренная морская микротерра жизнь ну давай попробуем наверное опуститься на поверхность тем так мне нужно выбрать какое-нибудь место подходящее принципе вот здесь вот в этом месте мы и начнем опускаться да мы уже на поверхности классно и посмотри как видно сатурн на терраформированной рее это классно удивительно давай ускорим время ускорим время и посмотрим вообще вращение кручение и все прочее смену дня и ночи до ребятки если с микрофоном будут какие-то проблемы ребят приношу свои извинения потому что мой бм 800 но он неисправим он делает какие-то интересные финти плюшки что при записи получается извините полный шлак но всем тем ребятам скажу огромное спасибо всем тем кто донатил на стримах скажу огромное спасибо всем своим спонсором кто подписывается на мой канал подписывается на месячную спонсорку ребятки с помощью вас я приобрету хорошие игровые наушники да спасибо ребята вам огромное спасибо интересно падает тень от колец на сатурн посмотри это невероятно it's amazing так у нас восход солнца я что прям не на поверхности почему не прорисовалась здесь почва вроде бы загрузка идет все генерируется непонятно так а сколько у нас продолжительность суток здесь давай посмотрим давай засекем даже не продолжительность суток а продолжительность ночи но по моему уже больше суток это возможно здорово так подождем давай мы давай посетим епетус почему бы нет посетим епетус здесь настолько все плохо почему у нас нету городов а вот есть города ну как-то они здесь более я не знаю размыто выглядят но смотрю на ночной стороне на луны я не знаю как их назвать этих людей которые будут жить на лунах сатурна наверно какими-нибудь сатуры сатура не нянами какими-нибудь и не знаю блин лунянами амунаками и все прочее землянами но по моему здесь они вообще не используют электричество и они его экономят потому что у нас падает на поверхности на ночную очень яркий я так понимаю свет от сатурна и посмотри насколько здесь выглядел бы впечатляющие сам сатурн да здорово то есть не пришлось бы тебе брать какой-то супер-пупер телескоп и все прочее а вот такое вот не знаю вот такое вращение планеты такой вот офигенный просто пейзаж что ли да мог бы наблюдать ты здесь да если был бы здесь кислород ну здесь кислород есть тяготение также здесь очень понижена ибо здесь был очень-очень легким скажу тебе так ты бы ну при своих наверное 60 килограммах среднем ты бы наверное весил килограмм не знаю килограмм 20 10 ну примерно наверное так если я не ошибаюсь так давай ускорим наверное еще время посмотрим посмотрим на на ночное небо и посмотрим на сатурн и на вращение всех его спутников кстати вот это что у нас а это титан это карликовая луна гиперион энцелад диона арея тэфи да все в принципе самые такие основные спутники сатурна так ну что ж давайте как я вам обещал мы посмотрим плутон в прошлом ролике я не помню каком конкретно мы по моему тоже пытались рассмотреть плутон вот и у нас там был баг плутон у нас был я не знаю какого-то супер-пупер фиолетового цвета что ли но вот сейчас по ходу то же самое происходит но более-менее смотрибельно умеренная я не знаю может дима специально так сделал умеренная морская мини-тера с жизнью плутина до органическая многоклеточная морская наземная жизнь здесь присутствует ну конечно да я вижу что есть какие-то присутствуют материки но я боюсь даже на них сейчас присесть почему что здесь с поверхностью что происходит здесь с поверхностью по-моему она какая-то я не знаю загадочная что это мне кажется что я как будто знаете опустился в атмосферу газового гиганта ну не знаю возможно может быть тут все сплошной метан или еще что-то какие-то газа тут все заморожено блин нет реально суши нет это поверхность да эта поверхность это твердая поверхность но что-то какая-то тут дымка странная что это такое боже солнце таким маленьким кажется отсюда здесь вообще здесь очень ну я скажу вообще по температуре здесь жарко 14 градусов парниковый эффект 244 но я сейчас нахожусь здесь и мне кажется что здесь очень холодно блин так давайте посмотрим его луны конечно же это луна харон так наверно нам наверно знаешь что нам надо на другую сторону перелететь чтобы наблюдать харон в немном или ночном небе но какой-то да непонятный тоже голубой шар умеренная к не океане ческая микротерра с жизнью состав гидросферы h2o натрий хлор так ну в принципе в принципе кислород вода здесь есть но как-то все это выглядит очень очень странно давай переместимся на харон у меня даже по моему как-то камеру тряханула умеренная океаническая микротерра с жизнью то есть это планета океан полностью планета океан да здесь нету людей никаких таких разумных более существ как мы с вами здесь в основном как какая-то не знаю морская жизни рыбы все прочее там ну что-то в этом роде ну не знаю вот примерно как то так так вот вот вода я вижу воду замечательно бетельгейз рассматривается просто офигенски так где у нас плутон вот наш плутон вот в таком танце здесь можно было бы кружиться постоянно наблюдая плутон давай еще немножко ускорим время даже несмотря что со временем плутон полностью скрывает я так понимаю в нашей тени то все равно его какие-то очертания мы бы с вами смогли наблюдать интересно сколько здесь длятся сутки по виду очень долго несколько дней у нас восход время бежит достаточно быстро так дай-ка я еще разок знаете что сейчас я еще раз вернусь на сатурн так где наша звезда солнце вот она так нептун подожди стойко а ну-ка поет по непту ну тритон притон нет и реформированные луна протей также так окей давай сатурн я еще раз хочу вернуться на диону и посмотреть на его шикарные виды то есть на шикарные виды вернее сатурна с дионы так хочу скрыть статистику она мне не нужно да здесь также есть свет от городов все прочее это очень классно это очень офигенский мод который в принципе если вы хотите узнать как добавлять обращайтесь к диме он вам все расскажет все покажет все объяснит и все прочее да ну самые прекрасные виды это конечно же наверное были бы с дионы стера формированные дионы на сатурн ох я не знаю здесь опять какие-то баги лаги пошли что-то непонятно давай вот так и вот примерно вот так наверное на закате вернее на восходе нашего солнца ребята мы наверное закончим данное путешествие надеюсь вам понравилась эта серия ребят кем вы обязательно поставите пальчик вверх подпишитесь на канал нажмете колокольчик дабы не пропускать наши новые видео по space engine и помните друзья что космос и вселенная бесконечны и мы только начинаем свое путешествие в нем всем пока всем новых открытий пока пока